Солнышко Хотя, я думаю, что в глубине души он, конечно же, расстроился, что ему не удалось получить первое место, но сегодня у нас будет еще один отбор, как минимум. Поэтому давайте будем вместе с нашей Миной спускаться на первый этаж. Я смотрю, что уже часть участников успела проснуться, вы представляете? Я-то думала, что Мина проснется сегодня первая, но нет, тут уже полным-полно народу, и они что-то едят. Этот кушает чипсы, а этот кушает крекеры в форме животных. Молодцы! Действительно, чтобы нам покушать, учитывая, что Мина наготовила и салатики, и всякие яишенки, они кушают чипсы. Ну вот, будет вам наука, если вы летите. Будете знать, что нельзя такое кушать, особенно, когда у вас сегодня важный день отборов. Я понимаю, что они могли бы кушать чипсики в первый день. Ну, типа, знаете, только пришли на программу, да ладно, у нас есть еще три дня до отборов, ничего страшного. Но, учитывая, что у нас сейчас каждый день кто-то будет вылетать, вы же понимаете, что кто-то из этих девушек точно может вылететь. Зато меня радует, что Дафна и Сьюзи стали подругами. Ну, я надеюсь, что стали подругами, надеюсь, что они не ругаются. Итак, Мина сегодня должна для них приготовить что-нибудь такое, вы знаете, наверное, что-нибудь легкое. Ну, мы постараемся, что-то легкое. Давай смотреть, яйца Бенедикт, давайте попытаемся сейчас приготовить яйца Бенедикт, пока никто сюда не пришел. Ну что, покушала? Да, молодец. Что ты идешь делать? По-моему, она о душе думала. О душе? О душе? Лучше бы ты подумала о беговой дорожке, потому что меня немного смущает, что некоторые участники прям, знаете, так вот яро стараются, стараются, работают. А некоторые, ну, ну ладно, пойду поем чипсы. Ну и хорошо, это их дело. Что такое? Тебе что? Холодно? Почему тебе холодно? У нас тут внутри тепло. И вообще у нас, кстати, вторая половина уже весны, и как бы должно быть... О, тебе надо в туалет. Это ты, Вонючка, или кто у нас Вонючка? Я думаю, что у нас Сьюзи Вонючка. Давай посмотрим, что у нас тут очки, гигиенические средства. Да, будь добра, приведи себя в порядок. Посмотрим, кто чем еще занимается. Итак, ты идешь куда-то. Мы пока не знаем, куда идет Сьюзи. Сьюзи, по-моему, ты переоделась в спортивный костюм. Удиви меня, хорошая моя. Удиви меня, пожалуйста, Сьюзи. Это будет лучший подарок за сегодняшний день, если ты пойдешь сама... Она сама не пошла тренироваться. Я уж думала, она сейчас присела, чтобы мячик взять. Она пошла одежду собирать. Нет. Хорошо. Пусть собирает одежду. Вы бы видели, сколько Мина всю прошлую ночь бегала и собирала эту одежду. Классно. Взяла себе эту одежду, собрала и обратно положила. Молодец. В общем, Мина всю прошлую ночь собирала одежду по всему дому. О, смотрите, Том Пиппинг пришел. Я так понимаю, что это какой-то такой, знаете, серьезный фанат вот этого вот шоу. Наверное, самый фанатный фанат из всех фанатов. Ой, он уже там развлекать. Ах, ты же рукоблудник-то, а? Том Пиппинг. А тут никто не выхукается сейчас, по крайней мере. А, я поняла. Все понятно. У нас сегодня Прада без комплексов. Абсолютно без комплексов. Вот без каких-либо вообще комплексов. А че ты стоишь? Я хотела тебя в туалет отправить, а ты стоишь. Ладно. Сходи так, если тебе так больше нравится. Яйца пока что никто не брал. Обратите внимание. Мы с вами приготовили только что яйца Бенедикта. Кто-нибудь хоть взял одно яйцо? Нет. Мы лучше что, поедем? А, слушай, проднутый пузька. Ты молодец. Она сразу же схватила салат. О, Пиппинг побежал. Пиппинг побежал, видимо, с этой стороны повухукаться с самим собой. Ну, действительно, а чем ему еще заниматься? У нас, кстати, есть еще, по-моему, Тина Пиппинг. Смотрите, побежал без штанов. Он без штанов бегает. То есть, вы понимаете, это практически центр Дель Солювелли. И у нас тут голый мужик с голой попой бегает. Это было угарно. Согласитесь, оно заслуживает нашего с вами лайка. Я вижу, что надо их все-таки заставить сейчас есть эти дурацкие яйца. Съешьте, пожалуйста, яйца. Сколько мне вас... Что случилось? Я же не могу ни на кого переключаться. Кто-то там кому-то позвонил. Ладно. О, ребята. Она пошла играть. Она пошла играть. Кто им звонит? Я не знаю, ребят. Не могу переключиться. Она пошла заниматься спортом? Нет? Это ты мне хотела, чтобы... Я сейчас посмотрела, что ты якобы занимаешься спортом. Ты хотела, чтобы я глянула. Потом сказала, все, молодец. Отвернулась. И все, да? Нет. Так не прокатит. Извини меня. Я видела, что ты только два раза мячик побросала. Что делает Ратмир? Ратмир кушает яйцо. А, нет. Жареный сыр. Ну, ладно. Пойдите, пожалуйста, покушайте. Тут яйца вкусные. Я надеюсь. Я очень надеюсь, что мы их правильно приготовили. Мы оставим, наверное. Это что вообще было? Ты не пойми, что было. Надо здесь оставить вот эту вот досточку. Смотрим дальше. Прада пошла помыть посуду. Молодец. Молодчинка. Ты скушала салатик, значит, ты получишь от нас вкусняшку сегодня какой-нибудь на обед. Знаете, а можно было бы для них делать приятные бонусы, если бы они хорошо справлялись. Но пока что вам всем не до бонусов. Хотя вы знаете, что у нас есть несколько лидеров. И я думаю, что пока что позиция меняться не будет. Итак, мы сейчас вместе с Миной пойдем заниматься. Ты куда пошла? Вот как вы думаете, куда Прада? Подождите, она пошла. Подождите, а зачем это она пошла в туалет к ребятам? Это как бы у нас мужская спальня. Ну, то есть мужская половинка. То есть мужская ванная комната. Странно немного звучит, но я думаю, что вы понимаете. Учитывая, что у нас крыло, ну, как бы мужское, крыло женское получилось. Кстати, Джастин уже ушел. Поэтому мы можем с вами смело закрывать вот эту вот дверь. Все. Сюда заходить нельзя. Сюда заходить нельзя. У нас остается вот эта вот спальня. Она никому не нужна. Кстати, знаете, как можно было бы считать? В прошлой серии я Джастину отдала 27 миллионов. Можно было бы продавать, например, вот эту всю мебель и вот эту сумму отдавать как раз нашему проигравшему. Ну, как бонус. Что ты хочешь сделать? Ты хочешь reacting to nudity. А кто у нас тут nudity за ним? О, слушайте. Что-то мне подсказывает, что Джим специально сейчас голый ходит. Вы же помните, что в прошлой серии у нас тут было кое-что интересненькое в наших... Эээ... Сьюзи, подождите, Сьюзи решила прийти в комнату к нашей... А, ты вообще спать... А, нет, он не спать пошел. Мы с вами знаем, чем он пошел там заниматься. В общем, сегодня у нас какая-то рукоблудная серия. В общем, Сьюзи зачем-то пришла в комнату к нашей Викти и решила... Ну, тут... Ладно, все, пойдем отсюда. Пойдем, дорогая, мы должны с тобой позаниматься. Давай-ка мы, наверное, сейчас пойдем побоксируем. Мы сейчас тут позанимаемся. О, Викти занимается. Слушайте, ну молодец. Умница ты, моя хорошая. Ну, ты меня просто, просто радуешь. Подожди, подожди, куда пошла? Ты сейчас тоже будешь у нас заниматься. Я надеюсь, что мы до тебя сможем докричаться, но, видимо, нет. Может быть, правда к нам присоединиться? Эээ... Да, невероятная история, это как раз то, что нам с вами нужно. Давай-ка мы тебя попросим пойти позаниматься спортом. Я понимаю, что побросать мячик в кольцо на протяжении 30 секунд, это, конечно, круто. Но я бы хотела, чтобы вы присоединились к нашим занятиям. Что-то как-то они туда-сюда бегают, туда-сюда. Сходили бы поплавать или еще что-то поделать. Понимаете? У нас, получается, наши ребята, вместо того, чтобы сейчас, например, пойти позаниматься спортом, или, я не знаю, поплавать в бассейне, учитывая, что у нас есть бассейн, они решили пойти повухукаться. Ну, как бы, ничего в этом удивительного нет. Ребята писали мне в комментариях, что, по-моему, 45 минут в ухуканье занимают семь... Заменяют семь, по-моему, километров на дорожке. Поэтому, знаете, я не удивляюсь, но дело в том, что... О, наконец-то, ты освободил. Все, стоять! Стоять! Ты куда собираешься, Прада? Мне нужно вас всех что? Уговаривать? Не уговаривать? Вы посмотрите. Мы все должны уговаривать. Они действительно не особо горят желанием сейчас что-либо делать. Ну, Джим, ну, пожалуйста. У нас же с тобой все хорошо. Ты же вроде бы должен тут нам сейчас показать, как нужно заниматься, как не нужно. Видимо, они не хотят заниматься, когда она боксирует. Может быть... Слушайте, а может они боятся нашу... Давай, побегай с важным видом. Может они мину боятся? Мол, блин, я сейчас откажусь, она мне как врежет. Я лучше просто, типа, мимо пройду, сделаю вид, что я ничего не слышал. Проверим. Может быть, мы только на дорожке можем их вдохновлять. Хотя мне казалось раньше, что можно было и так, и так. Ну, да ладно. Будет, значит, дорожка. Дафна, ты куда собираешься идти? А, вы решили просто постоять потрындеть. Правильно. Нам же больше нечем заниматься. Вот они и попались, друзья мои. Вот они и попались. Все быстро идем заниматься спортом. И вот будет смешно, если... Ратмир пришел сам. Да ладно. Слушайте, они сами приходят, получается, заниматься спортом? То есть только кто-то... Знаете, это называется совесть заиграла. Один из них заходит в спортзал, и остальные такие думают, блин. Ну, как-то неловко. Ну, получается, что они все занимаются, а я не занимаюсь. Наверное, тоже лучше пойти. Кто-то у нас отлынивает. А, понятно, кто отлынивает. Все, 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 все. Ратмир, молодец. Давай, давай, полупи. То есть мы их, понимаете, заставить побить грушу или позаниматься на вот этих тренажерах можем. А они, получается, когда мы занимаемся с грушей, они не могут. Ой, Викти пошла. Пошла танцевать. То есть, видите, из всех наших персонажей только Викти почему-то захотела пойти именно к зеркалу. Ну, ладно, давай бег по холмам. Давай по холмам побегаем. Я, в принципе, не против. Она почему-то захотела именно идти к зеркалу. Вот это очень интересно. Рандом получается в 74. То есть в зависимости от того, как мы их вдохновляем и на что они либо идут на дорожку. В смысле? Ты не бегаешь сейчас? А как это называется? Это не по холмам? Давай, может быть, длительная тренировка у нас сейчас будет. Тем более, что мы с вами действительно 12 часов дня. Это у нас только утренняя тренировка. А нам с вами еще нужно, наверное, постараться. Постараться еще провести вечернюю. А еще их покормить нужно. Я так понимаю, пока Викти не дотанцует, ничего не будет. Что-то мне подсказывает, что Сьюзи решила лечь спать голой в комнате у Викти. Ладно, допустим. Викти, я надеюсь, что ты не обидишься. Кто-то им все время звонит и приглашает на какие-то вечеринки. Но мы с вами ни на какие вечеринки сейчас не пойдем. Кстати, будет очень интересно, какие будут показатели у наших персонажей, когда нас будет достигнут максимум. То есть, например, насколько прокачается тот же Ратмир или все остальные по... Блин, мы не можем уже сейчас посмотреть. По навыкам. Смотрим дальше. Что делает Прада? Ты что, тут уже большое количество поклонников собираешь? Слушайте, а вам не кажется, что тут у нас действительно какие-то немного странные фанаты пришли? Это фанатка... Я даже не знаю, кого фанатка. Это фанатка Супермена или Супергерл. Что вы здесь вообще делаете? А, подождите, так это Мигуми. Мигуми фанатка Супермена? Вы когда-нибудь знали, что Мигуми любит Супермена, нет? Ну вот теперь будете знать. Она просто пошла гулять, понимаете? То есть, вместо того, чтобы... Давай воодушевим тебя на заняти... О, вспомнила. И она, понимаете, вышла, посмотрела на таблички. Потом такая... Блин, точно, я же должна пойти спортом позаниматься. Ээ, Джим, извини, конечно, но я даже не знаю, что я чувствую сейчас по отношению к тебе. Ой. Неловкий... Так, Дафна, подожди, губу надо закатать. Подожди. Нас как бы... Ребята, да ладно. Джим предпочел... Предпочел Дафну. Подожди, у них же вообще, по-моему, ничего не было. Между ними ничего не было. Как такое может быть? Как такое могло произойти? Он же, по-моему, с Дафной... Ну, как бы... У них не было никаких там шурмур и так далее. А может, я, правда, ошиблась. А ты решила пойти к зеркалам. Ну, да, правильно. Я смотрю, что Сьюзи, скорее всего, будет следующим кандидатом на вылет. Она вообще ничего не хочет делать. Она у нас сейчас решила полежать поспать. Давай мы ее разбудим. Просыпайся, пожалуйста, Сьюзи. Лежать, спать, конечно, это очень здорово. Но ты же понимаешь, квартира тебя сама не купит. Кто у нас пошел играть? Ратмир самый активный. Хотя, на удивление, по-моему, больше всего сбросила Викти. Ну, правильно. Дафна, походи голой. Может быть, тогда на тебя обратит внимание Джим. Мне кажется, у нашей мины появляется какая-то легкая ревность. Вот такая вот немножко. О, наконец-то проснулась. Голая и проснулась. Иди занимайся спортом. Кстати, смотрите, у нас сейчас занятия спортом распространяются на два этажа. И это круто. Кто назвал... О, пришел опять наш Том Пиппинг. Понимаете, он стоит и тупо смотрит, кто чем занимается. Учитывая, что у нас сейчас вроде как все, ну, более-менее прилично одеты, то это как-то странно, что он вообще сюда пришел. Не рассматривай ты Джима, пожалуйста. Не надо трогать Джима. Почему они не ходят вот в бассейн? Может быть, нам автоматический режим... Не, я не хочу пока что свет включать. Может быть, нам их всех пригласить в бассейн как-нибудь? Кто-то уже прадедно звонивает. Видимо, какие-нибудь там, не знаю, родственники. Мол, как ты там, Прада? Ты уже похудела на 30 килограмм или нет? Противные такие, знаете, родственники. Которые, знаете, вот вместо того, чтобы подбодрить, они все портят. Что нам приготовить на обед? Подать обед? Бутерброд, бутерброд, жареный сыр, лапша с чесноком, анигири, питательный салат, садовый опять салат. Да не хочу я опять садовый салат. Может быть, салат капреза? Мне кажется, что нашим ребятам должно понравиться. Все-таки салатики это классная тема. А где все? Подождите, что это происходит? Это что такое? Ребята, а что это вообще такое? Это что такое? Что это за странные такие вот... А ну подождите, подождите. Эти занимаются. Ты занимаешься, ты занимаешься. Аааа, они... Подождите, они меня услышали и пошли плавать. Ну, да, получается у нас такой вот какой-то странный глюк. Они пошли плавать? Они пошли серьезно плавать? Я думала, что не пойдут серьезно. Ребят, я и не надеялась. Девочки, вы меня просто приятно удивили. Причем смотрите, как они интенсивно плавают. Что Прада, что наша Викти. Они просто молодцы. Но вот правда немножко стрёмно оно выглядит наверху, потому что ощущение, что здесь у нас какой-то призрак ходит. Дафна. Ааа, ребята, Дафна опять с ним крутит какие-то шуры-муры. Учитывая, что у нас тут похуденческий челлендж, понимаете, он, по-моему, потихонечку превращается в относительно, ну, скажем так, не особо похуденческий. Да дай ему в туалет сходить, ну что ж такое. Или только я имею право его прервать. Иди занимайся спортом. Писи как и потом свои сделаешь. Ну, я так думаю. Я надеюсь, что ты здесь нам ничего такого не устроишь потом в спортзале. Занимаемся, занимаемся. Сьюзи. Вот ты отлыниваешь от работы. Я это вижу. Что? Что? Чего ты меня от него оторвала? Я хотела с ним поговорить. Ну, извини, Дафна, я его не оторвала. Ему нужно просто заниматься спортом. Что-то мне подсказывает, что Дафна тоже не особо горит желанием сейчас заниматься. Хотя давайте попробуем. А ну-ка, переодевайся, пожалуйста. Ты тоже немного отлыниваешь. Сьюзи. Сьюзи пошла помыться. Кстати, обратите внимание, Сьюзи постоянно ходит в душ. Вот чаще всего в душе почему-то я вижу именно ее. Ратмир. Ратмир моется. Ой, извините, я не буду вам мешать. Девочки купаются. И между прочим, насколько я помню, по-моему, как раз бассейн тоже очень неплохо помогает в плане похудения. Так, дорогая моя, все, хватит бегать. Тебе нужно идти и сейчас готовить. Реагировать на нудите тебе не нужно. Разбудить нет. Уже будить никого не нужно. Уже все в порядке, дорогая моя. Уже все отлично. Я уже сама успела всех разбудить. Давай посмотрим. Тебе нужно поменять гигиенические средства. И, по-моему, тебе таблетку нужно принять. А ну, стоять! Куда пошла? Что они у нас все так бегают? Лечение средства. Да, пожалуйста. Покупай. Дафна пошла танцевать. Слушайте, что-то мне подсказывает, что она неровно дышит к джиму. Ну, вот есть какое-то такое вот у меня чувство, что она как-то засматривается. А что это вообще за странная игра в баскетбол, ребят? Это как? Она сейчас бросит и уйдет и сядет. О, привет, Прада! Слушайте, а неплохо так девочки смотрятся. Я вам говорю, у них, мне кажется, прям отличный тандем получается. И я думаю, что, кстати, они могли бы стать подругами. Вот мне что-то тоже подсказывает, что они вроде как, знаете, так разобщались за сегодня. И я за них очень и очень рада. Посмотрите, какая попа у нашей Викти. Прям Викти всех тут может уделать. Ага, ты очень и очень симпатичный. И ты симпатичный. Вы все такие симпатичные. Прям все, готова еда. Давайте всех приглашать за стол. Даже интересно, хоть кто-нибудь сейчас придет. Или... Этот опять танцует. Я же тебя попросила позаниматься. Я понимаю, что ты предпочел зеркало. Но, может быть, все-таки ты иногда ко мне будешь... Что это сейчас было со Сьюзи? Странный телепорт от Сьюзи. Как вы думаете, кто сегодня вылетит? Мне что-то подсказывает, что, скорее всего, наверное, Сьюзи. Но мы можем дать ей один шанс. Кстати, я думаю, что... Знаете, как мы сделаем с вами под конец этого челленджа? Я думаю, что когда у нас останется три персонажа, вы видите, что худеют они, ну, не так быстро, как хотелось бы. Я бы попробовала приготовить им раз в день вот это вот супер мороженое, от которого можно сразу похудеть. И причем, почему я хочу, когда останется три персонажа, если у них будет небольшая разница? Мне кажется, так будет даже интересно глянуть, может быть, сильнее, но повлияет или нет. Как думаешь... Что как думаешь? А ну-ка расскажи, кто там что думает. Как думаешь, отношения продлятся долго? Какие отношения? Рада, с кем у тебя? Нет, конечно. Знаете, Дафна, мне кажется, какая-то, знаете, такая вот подстрекательница. С одной стороны подстрекательница, а с другой стороны, ну, такая вот. Она увидела, что у Мины и Джима какие-то отношения, вроде бы, как наладились, и она решила сразу в них влезть. Дафна, я бы тебе сейчас помогла, но, к сожалению, помочь не могу. Увы и ах. Зато, правда, к нам пришла, подсела, сейчас тоже перекусит. У всех у наших девчонок начинаются, конечно, проблемы с гигиеной. И я думаю, что мне придется по одному разу на них переключиться. Давайте так сейчас и сделаем. У нас же стоит мод, как вы знаете, кусочек жизни, частичка жизни, кусочек жизни. И нам желательно все-таки за вот этим всем следить. Потому что, если у них с этим будет беда, то они будут все время вонючки, все время без настроения. А я ж хорошая, я ж не могу им не помочь. Будем считать, что Мина им решила, ну, скажем так, предоставить, конечно же, все необходимые лекарства, предоставить все необходимые гигиенические средства. Поэтому, в смысле, а у тебя какие проблемы? А, все понятно. Ладненько, прохладненько. Мы по всем девочкам пробежались. У всех остальных настроение хорошее, джимачу, у тебя настроение плохое. Давай, может быть, мы поднимем тебе настроение, спросим, почему ты пошел танцевать у зеркала? Почему ты не пошел на тренировку? У нас уже шесть вечера, друзья мои. Это значит, что нам осталось провести одну тренировку, и мы с вами можем уже, ну, скажем так, выбирать следующего персонажа на вылет. Вот даже интересно, сегодня, ну, вот смотрите, сразу видно, кто у нас хочет вылететь. Сьюзи ни в коем случае не хочет идти на тренировку. Она сейчас пойдет отдыхать. Она вообще решила пойти и принять ванну. Вот то, что я вам и говорила. Отлыниваем от работы. Воу, подожди, Мина, а ты куда пошла с Ратмиром? Подождите! Что происходит в этом челлендже? Нам сейчас нужно заниматься. В прошлой серии у нас был джим. О-оу. А вы не можете... А-а-а, вы решили выбрать... Серьезно? То есть, смотрите, каждый из участников пытается соблазнить, получается, нашего тренера, чтобы выиграть квартиру. А-а-а, любыми методами, любыми способами. Они пытаются завладеть вниманием мины, вы понимаете? Нет, я вам говорила, что если вы поставите мод Вики Двимс, то вы можете получить всякое. Даже в самом-самом обычном челлендже тут у нас происходят всякие такие вот интересные штуки. Ладно. Эти хотят поразвлекаться. Чуть-чуть я им разрешу. Буквально минут 10-15. Ну, а затем мы с вами, конечно же, отправимся... Чего они все... О-о-о! Побежала с другими знакомиться. Ну, правильно. Парнишка с крылышками привлечет внимание кого угодно. Я так понимаю, что наши и Дафни вообще сейчас не до вот этих всех... А ты что делаешь? А-а, ты... А ты... А ты просто в туалет сходила? А ты не хочешь вообще смыть в туалете? Нас обычно, когда они вот такие вот розовенькие, когда они такие вот кокетливые, это значит, что они собираются либо с кем-то вухукаться, либо они собираются сами с собой побухукаться. Так, извини, дорогая. Все. Все, прости, пожалуйста. Тебе нужно... Ну, бег по холмам. Я думаю, что ты уже побегала по холмам. Поэтому давай-ка ты лучше просто длительно побегаешь. А куда собрался Джим? А Джим решил голым пойти, понимаете? У нас тут место того, чтобы заниматься тренировками. У нас действительно какой-то дом-два. У нас получается... А эти голыми ходят. Ну, классно! Голые и счастливые. Или голые и спортивные. Можно было бы как-то так назвать наш челленджик. Причем самое смешное, что все разбежались по кровати... О-о-о-о, ребят, что я вам говорила? Вы знаете, чем он пошел там заниматься? Знаете? Ну, вот я думаю, что вы тоже понимаете, что там происходит. Эм, потом поболтаете, ладно? Переодевайся, пожалуйста, Мина. Я не могу все время бегать тебя и уговаривать. То по холмам побегать, то длительные пробежки устраивать. Мы сейчас с тобой должны снова провести отбор. А раз нам нужно провести отбор, то нам нужно хоть какую-нибудь тренировку провести. Пожалуйста, переодевайся. Что-то мне подсказывает, что вот все люди, которые ходят вокруг нашего домика, думают, блин, что там за странности? Почему они голые ходят? Так, давай-ка отправляйся на свою длительную пробежку. Я увидела Праду, думала, что она собиралась к нам... Подождите. Радмир решил без комплексов. Просто пойти походить голым. Только не говори, что ты сейчас пойдешь... Ооо, я так понимаю, что у нас сегодня голая вечеринка, ребят. Вообще была бы хорошая идея устроить голую вечеринку, но, к сожалению, это мы с вами сделать не сможем. Итак, давайте смотреть, кто где чем занимается. Сьюзи, прости, пожалуйста, но мне придется сейчас попросить тебя к нам присоединиться, как и Праду. Но Прада пока что не особо хочет чем-то, а уже хочет. Я думала, что она не будет ничем сейчас с нами тут заниматься, но вижу, что вроде как нам с вами получилось ее вдохновить. Кто у нас еще пойдет сейчас заниматься спортом? Что-то я смотрю, что Сьюзи какая-то, знаете, немножко грустная сидит. Во-первых, она ни с кем толком-то и не сошлась, я смотрю. А с другой стороны, поболтать с Джимом? Поболтать. Я надеюсь, что именно поболтать. А, он одет все, значит точно поболтать. Надо бы его отправить заниматься. Вот, молодец. Занимаемся. Ратмир, переоденься, пожалуйста, а то ходить здесь голым как-то, ну, не очень прям. Молодец, Прада. Прада занимается. Джим, Джим к зеркалу пошел, видите? То есть у Джима такое какое-то сейчас настроение. Вроде бы ей хочется позаниматься спортом, а вроде бы и не очень хочется. Давай-ка заниматься будем. Ты занимаешься, ты спишь. Дафна, кстати, тоже, понимаете, может вылететь. Учитывая, что она тоже достаточно редко бывает у нас на тренировках, то Дафна может тоже сегодня покинуть проект. Хотя я ставлю, наверное, на Сьюзи. Не знаю, мне почему-то кажется, что именно Сьюзи у нас вылетит. Видите, она очень уставшая, и заниматься она вообще не хочет. Вот ни в какую мы не можем ее заставить позаниматься. Кстати, Дафна, ты проснулась? О, проснулась. Думает, блин, опять на эти тренировки. Опять мне нужно идти бегать. Посмотрите, сколько грязной одежды. Посмотрите, какая куча у нас грязной одежды. Это все нужно будет постирать. А где Джим? Джим уже перестал красоваться? Нет, он пошел потанцевать. Правильно, сначала на себя в зеркало посмотрел, потом пошел потанцевать. Значит, нам сейчас нужно с вами еще где-то часика-полтора провести тренировку. Ну, а затем мы с вами будем переходить, конечно же, уже в кассы. Будем смотреть, как у них вообще по их продуктивности. Как они вообще сегодня справились. Я хочу посмотреть, где все наши персонажи, чтобы они все были в одном месте. Ну, тебя мы уже не можем приглашать в спортзал. Ты занимаешься, ты тоже занимаешься. Ну, вот смотрите, только Сьюзи уснула, и я так понимаю, что, скорее всего, она может очень скоро покинуть этот проект. Вы представляете, только что Джим сказал, что его сердце принадлежит только Викте. Вот как вы думаете, есть смысл после этого с ним вообще общаться? Или же нет? Так они еще и в ухукаться пошли, вы понимаете? Как можно быть таким Джим? Они пошли в ухукаться. Я просто в шоке, я не помню, чтобы у Джима вообще были отношения с Викте. Они, по-моему, даже не общались толком. Но зато достаньте свечи, настроитесь на романтический лад. Викте собирается в первый раз заняться в уху. У вас есть вообще хоть какая-то малейшая совесть? Как вы знаете, перед каждым вылетом мы проводим с вами фотосессию. И последний у меня остался Джим, которого я еще не сфотографировала. Давайте я, кстати, вам покажу, что у нас получились за фотографии. Итак, кто у нас сейчас есть? Первый у нас, по-моему, Ратмир. Он, между прочим, нам очень хорошо помог. А давайте посмотрим, где он у нас тут спит. По-моему, вот это была его комната. Нет, это Джим. Вот, комната Ратмира. А я сделала среднего размера все-таки фотографии. Подожди, зачем тебе, Викте? Тебе, Викте, не нужна. Давайте, наверное, сразу же мы всем фотографии и развесим, раз уж я выбрала нашу Дафну. По-моему, здесь у нас спит Дафна, если я не ошибаюсь, да? Тут спит Дафна? Нет, тут спит Прада. А они у нас постоянно, получается, спят кто где хочет, правильно? Здесь Сьюзи. Нет, здесь Дафна все-таки. А почему у нас тут была фотография Сьюзи? Непорядок. Непорядок. Нужно будет ее перевесить, потому что я вижу, что наши ребята постоянно спят то в одном месте, то в другом месте. В общем, у них какие-то тут свои... А, так у нас две фотографии Сьюзи, получается. Здесь у нас вот еще одна фотография Сьюзи. Честно вам хочу сказать, мне кажется, она не изменилась. Вот вообще не изменилась. Это у нас кто? Это, между прочим, тоже фотография Сьюзи. Здесь кто у нас остался? У нас остался, получается, вот. Вот здесь у нас должна быть Прада. И это у нас фотография как раз Прады. Дальше движемся. Здесь фотография нашей Викти. Викти, Викти, Викти. Нет, это Ратмир. Вот это, получается, должна быть наша Викти. Вешаем. Вот. Вы можете посмотреть, что, в принципе, ну, они меняются. Серьезно, я буду теперь делать среднего размера фотографии всех наших оставшихся участников. Ратмир у нас есть вот такой и есть вот такой. Знаете, Ратмир, по-моему, очень даже хорошо выглядит. Нам осталось сфотографировать Джима. И вы видите, что он у нас один-единственный фотографируется только в труселях. Действительно, а почему бы и нет? Ну, вот почему нужно было Праде сразу... Смотрите, какой кексик стал такой, знаете, типа... Посмотри на моих зайчишек, детка. Я думаю, что они тебе понравятся. Выберем сейчас для него какую-нибудь позу такую вот. Нет. Надо что-то более, знаете, такое... Брутальное. Нет, это не слишком брутальное. Эту тоже мы не будем брать. Можно взять... Нет. Это тоже какие-то немного не те позы. Надо, чтобы они стояли просто ровно. Мне кажется, это самый лучший вариант. Можно, кстати... О, вот это. Я думаю, что это идеальная поза для Джима. И как раз в одних труселях. Знаете, это подарок девочкам. Можно было бы сделать несколько таких фотографий, развесить потом у девчонок. Ну что, переходим теперь с вами в касс, друзья, мы и посмотрим, кто же выбывает на этот раз. У Мины все по классике. Все отлично, поэтому ее даже мы с вами не рассматриваем. Сьюзи. Сьюзи, Сьюзи, Сьюзи. Я смотрю, что чуть-чуточку. И то, мне кажется, что даже ничего не поменялось. Что у нашей Дафны? Слушайте, а мне кажется, что у Дафны то же самое, что и у Сьюзи. Я сейчас буду детальнее рассматривать. Прада молодец. Посмотрите, как она изменилась. Посмотрите, какая прям такая вот стройная стала. Мне кажется, подтянутая. Но вот мышцы, кстати, они так себе пока еще слабо развиты. Движемся дальше. Ратмир. Посмотрите, что у него здесь. И посмотрите здесь. Мне кажется, что он один из кандидатов на победу. Движемся дальше. Ну, Джим тоже старается, но чуточку меньше. И наша Викти. Викти тоже молодец. Но вот я так понимаю, что нам сейчас нужно будет выбрать из Сьюзи и Дафны. Опять-таки, я возьму сейчас линейку. Померю, у кого же все-таки получается в этом проекте разбираться чуть лучше. И шестое место нашего проекта занимает Сьюзи. К сожалению, с Дафной у нее, по-моему, была разница буквально в полмиллиметра. Но все-таки она была. Я надеюсь, что я не ошиблась. В любом случае, Сьюзи, ты получила две тысячи симолеонов. И ты теперь можешь потратить их на то, что тебе захочется. Я очень надеюсь, что она продолжит заниматься. И у нас осталось всего лишь пять участников, друзья мои. Пять участников. И мне кажется, что у нас осталась достаточно интересная компания. Потому что вот эти все участники, в принципе, стараются, конечно, заниматься. Они стараются правильно питаться. И от этого становится интереснее, интереснее и интереснее. Ну что, друзья мои, следующая серия не за горами. Сейчас я думаю, что всех отправлю отдыхать. Потому что у нас пять утра. Пока за ночь я успела сделать все фотографии. И у нас все уже успели устать. Мы с вами встретимся в новой серии очень скоро, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, до скорых встреч, пока-пока!